Всем привет из Магадана. В этот раз, дорогие зрители, приглашаю вас в путешествие на озеро Гранд, что в Магаданской области. Путешествие началось ранним утром вторника. Надежда, вы могли ее видеть у меня в сюжете утренней покатушки Паульской дороги, и Сергей, пригласили меня прокатиться по нашей Колымской трассе и полюбоваться красотой осени. Итак, наше путешествие обещало быть нескучным. Нас, расшифровываю, Надежда, Александр, Сергей, ждали прекрасное осеннее утро и необыкновенно яркий день, насыщенный событиями и впечатлениями. Автомобиль под управлением Надежды вел себя очень достойно до определенного момента, но мы еще доедем до мокрого места нашего приключения. А пока? Пока мы, вооружившись камерами, хорошим настроением и запасом продовольствия уносимся вдаль. За окном авто мелькают деревья, и чем дальше мы отъезжаем от Магадана, тем больше мы погружаемся в золото осени. Я с фотоаппаратом в руках кручусь от одного окна к другому и делаю фотоснимки на ходу, а также занимаюсь видеорыбалкой. Почему видеорыбалкой? Потому что, снимая на камеру 360, я использую специальную трехметровую палку, и со стороны это выглядит, словно бы я рыбачу. Представляю удивительные взгляды водителей, проезжающих мимо. Наверное, забавное зрелище. Но зато, благодаря этой волшебной удочке и еще паре моих камер, у меня есть возможность поделиться с вами тем, где я бываю, что вижу. А благодаря Сергею, сегодня мы с вами взглянем на Колымскую землю с высоты птичьего полета. Сергей не первый год занимается видеосъемкой с квадрокоптера. Кстати, обратите внимание, что под видео размещены сноски на ютуб-канал Надежды Сергея. Так что, заглядывайте, смотрите и подписывайтесь. Итак, едем дальше. Любой с природой и общаясь на тему будущих путешествий, мы проехали около 200 километров. И это только в одну сторону. Конечно, мы делали остановки, чтобы полюбоваться и заснять красоту Колымской осени. И в эти минуты квадрокоптер Сергея задорно жужжал над нами и фиксировал прекрасные виды. Вот такая здесь неописуемая красота! Да, красота осени необыкновенна. Оттенки осенних красок, синева просторного неба, серые камни и алая брусника, что нашла надежда. Снег на дальней вершине, что заснял Сергей, управляя квадрокоптером. Все это, конечно же, дарило радостные эмоции и яркие впечатления. Так мы доехали до поворота в сторону озера Грант. Нас манили неизвестность и красота здешних мест. Для меня и надежда это было первое посещение озера. А Сергей уже не раз бывал в этих краях и сознанием дела, давал указания, где проехать, куда свернуть. Надо сказать, что озеро Грант, в переводе с английского «большой», оправдывает свое название. Оно действительно большое и вытянутое на 4 с лишним километра в восточном направлении. Вокруг немало болотистых мест и водоемов. На одном из них мы увидели уток, но своим присутствием не обрадовали их, и они от нас улетели. Мы же погрузились в необыкновенный мир осенних красок, лесных звуков. В воде словно бы в гигантском зеркале отражалось небо и берега. Вода была спокойной, словно бы специально давала нам неспешно полюбоваться собой, мол, подойдите ко мне, не бойтесь, волны не будет. Вот такое, но нелегкое передвижение фотографа на колесиках. Скажете, что у вас нету времени, что-то болит или еще что-то, посмотрите это видео и не позорьтесь. Да, передвижение по такой местности не всегда дается легко, а иногда не дается вовсе. Хорошо, когда рядом есть друзья. И, конечно, коляска i-Cross, изготовленная из карбона, причем у нас на Дальнем Востоке, легка и удобна. Мы отправились в обратный путь. Погода потихоньку стала меняться. И действительно ветер и волны появились уже после того, как мы отправились в обратный путь. Наверное, озеро таким образом решила попрощаться с нами. Мы ехали по направлению к основной трассе. Ветки периодически цепляли машину. Наверное, хотели, чтобы мы обратили на них внимание. Надежда уверенно давила на газ и... и мы ныряли в одну большую лужу за другой. Благодаря Сергею Надежде на колесиках оказался вот в таком значимом месте. Читаю. Господа, вы наблюдаете водораздел между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Вот так. Сделали небольшую остановку у знака водораздела и, буквально проехав небольшое расстояние дальше, сели в лужу. Да нет, в лужищу! Видимо, под впечатлением местных красот и за разговором Надежда, кстати, хороший водитель не только авто, но и мотоцикла, не заметила, как увеличила скорость. И огромная волна, созданная нами, залила капот автомобиля. И, естественно, все его содержимое. Ох, вздох! И машина превратилась в своеобразную лодку на краю огромной лужи. Двигатель встал. Путешествие превратилось в приключение с загадочной развязкой. Что же дальше? А дальше было чудо. Ну, иначе я и не могу сказать. Время шло. Мы находились в невероятно красивом месте. Но в огромной луже и вдалеке от основной трассы. Связи нет. Но какая-то уверенность в том, что все будет хорошо, в нас присутствовала. И вдруг действительно чудо. Издалека раздался звук едущего УАЗика. Нашей радости не было предела. Добрый рыбак Виктор, цитирую, которому мы обосрали рыбалку, не только вытащил нас из воды, но и отбуксировал до поселка Атка. Дай Бог ему здорово. Знаете что, это прекрасное все равно путешествие, я сделала серьезный вывод. Я еще раз поняла, что паника порождает глупые поступки. Ну, с Богом. В итоге мы оказались у кафешки поселка Атка и стали искать возможность отбуксировать машину в город Магадан. Опущу подробности, но в итоге за определенное вознаграждение нас взял на буксир грузовичок, едущий в город. Опять нам повезло. В это время за мной из Магадана уже ехала моя однокашница Оля, она же один из каюров туристической фирмы Каюр Тревел. Ее направила Виктория. Перехватив меня по дороге, Ольга доставила меня домой. Ребят же добуксировали до поселка Палатка, а оттуда они уже доехали до дома. Что было дальше? На следующий день я не мог подняться. Надежда с Сергеем занимались машиной. Что впереди? Впереди нас ждут новые путешествия, как сказала Надежда. Ее оптимизм меня радует. Ну, я-то ладно, друг. Главное, чтоб ее оптимизм радовал Сергея. Так что будут еще путешествия с Надеждой и Сергеем, и вы еще не раз увидите нас на YouTube-канале. Благодарю за внимание и до новых встреч. Если понравилось видео, то ставим палец вверх. И если еще не подписаны, то подписываемся.